13.05 в Кирове, программа «Особое мнение» в эфире. Я Анна Лапшина, приветствую слушателей и говорю здравствуйте гостю нашей студии Владимиру Журавлёву, депутату Кировской городской думы. Владимир Владимир Владимирович, добрый день. Здравствуйте. Ну, тем у нас много. Я думаю, что к городским темам мы перейдём. Есть вопросы на нашем сайте эхокирова.ру, они касаются детских садов. Об этом чуть позже. Сначала попросила бы вас прокомментировать такие региональные, скажем, изменения. Административная реформа, то, о чём мы так долго говорили, она свершилась. Депутаты законодательного собрания утвердили разделение полномочий губернатора и председателя правительства. Также вводится новая должность вице-губернатора. И сегодня на заседании законодательного собрания было озвучено, что персонали, те люди, которые займут новые посты, ну, один старый, другой прям новый, новый вводится, скорее всего, будут известны уже к марту. То есть в ходе мартовской сессии состоятся назначения. Я бы хотела попросить вас прокомментировать эту историю с двух сторон. Во-первых, в социальных сетях уже есть достаточно язвительные комментарии по поводу того, что Кировскую область поздравляют с первым дистанционным губернатором, потому что, когда обсуждалась административная реформа, говорилось, что губернатору надо развязать руки, чтобы он имел больше возможности проводить время в Москве, выбивать федеральное финансирование для нашей бедной, несчастной Кировской области. Вот. Ну, вот вчера Дмитрий Русских и моя коллега Светлана Занько это обсуждали. Хорошая была сказана фраза, да, мы все хотим работать в Кировской области, а жить в Москве. Ну, вот давайте сразу с двух сторон, да. Непонятные слухи как с одной стороны, так и с другой. Во-первых, лично я, это мое мнение, тут мы в последнее время, уже, наверное, месяца два ведем вот эту полемику, вот эту дискуссию, какой же все-таки, хорошо это благо для области или нет. Ну, вот мое личное мнение, человек, который в управлении понимает, так-то это благо. Объясню почему. Это мое мнение. Значит, вот смотрите, сегодня у нас фактически, вот исполнительная власть, да, представлена губернатором и законодательно представлена представителем ОЗС. Ну, там, и тут министры, тут замы. У нас сегодня нет конкуренции, потому что по определению губернатор выше всего, да, и он ведет себя так, в общем-то. То есть нет определенной конкуренции. Да, он и так останется выше всего, он об этом говорит. Нет, погодите, это понятно. Но выше останется он в памяти людей, самое главное, вот, чтобы он об этом не забывал, а не там, не среди чиновников. И тут вот есть такой момент, должна быть конкуренция, должны быть споры, дискуссии. Ну, я даже вот к этому отношусь нормально, даже, ну, поругались, да, представители ОЗС с председателем правительства, с новой ветвью власти. А при нынешней ситуации нам послали губернатора, который, как бы, спустился с федерального уровня, от президента, с ним априори никто не спорит. У нас ведь в последний, там, третий срок уже губернаторский собрать, у Белых два, у Игоря Владимировича Васильева один. То есть нам спускают, и кто же с ними вот спорит. Из-за этого, а он, в моем понимании, ну, насколько ему это надо, вот это нет дискуссии, понимаете, как сказал, так и есть. То есть вы предполагаете, что введение отдельной должности председателя правительства породит некие споры между председателем правительства и председателем законодательного собрания, политическая жизнь оживится. Конечно. Я хочу сказать, это оживится в том случае, если на той должности и на той будут принципиальные люди, то есть от личности никто не сбрасывает. Но, вот я, у меня уже несколько производственных предприятий, и в некоторых я просто как учритель, и одновременно я не директор, и не коммерческий директор, и не финансовый директор, но я осуществляю контроль. Вот, вы знаете, я со многих должностей ушел, с директора, потому что директор это каждодневный, и председатель правительства это ежедневный, ты завален потоком бытовых, каждодневных вопросов, проблем. То есть это текучка. Да, ты не можешь заниматься стратегией. А стратегия это очень важный момент. И в данном случае, например, на председателя правительства перенесется вот эта каждодневная рутина, а Игорь Владимирович, или там губернатор в будущем, да, они могут спокойно заниматься в том числе и поездками в Москву. Как бы это ни звучало, ну, я понимаю, можно к этому, ведь как к этому относиться? Можно там в кабинетах пропадать, а можно просто в Москве быть, да? Не секрет, что там многие господину Белых, вот как раз это и приписали, он старался уехать там, и даже сессию ОЗС пропускать и так далее. Да ладно, вот Игорю Владимировичу Василию его тоже на это пеняют. Говорят, что его иногда очень сложно в первую очередь застать. Игорь Владимирович должен это понять, что на самом деле сейчас все вот эти чиновники, которые приезжают в федеральном уровне, они смотрят наверх, ребята, а в памяти в итоге источник власти и тот, кто вас, условно говоря, может постоять, но это народ. Так что работайте на людей, я к этому призываю, всех, всех абсолютно, и себя в том числе. Вы поддерживаете в том смысле, что вы были разделены полномочиями, вы поддерживаете? Без персоналей, то есть мы убираем, мы не говорим, что Васильев там, мы не говорим, что это, например, Александр Анатольевич Чурин там представитель. Или Дмитрий Гурдюмов. Да, да, или Гурдюмов, Битрий Александрович. Понимаете, это вот просто сама модель, тем более я вот преподавал, как раз, экономику и управление в течение восьми лет, вот в разных вузах, да, здесь, в Кирове, и как специалист в управлении, я считаю, эта модель более правильная. Без персоналей. Если брать современные персоналии, ну, тут есть вопросы, например, ну, давайте вот открыто поговорим, но, если я там положительно оцениваю, там, ну, и Гурдюмова, и Чурина, да, ну, как, вот я считаю, что Владимир Васильевич Быков просто, ну, он не готов к конструктивной работе. К обсуждению серьезному, нет некомпетенции, этот человек... Владимир Васильевич Быков как председатель законодательного собрания не готов. Конечно, а он должен вникать во все вопросы. Как-то, знаете, вот, из последнего, то есть, из последнего его, в общем-то, выступления, как-то он сказал, нужно вот вникать в проблемы районных областей. Покажите мне хотя бы один вопрос, где Владимир Васильевич решил что-то в каком-то из районов. Вы знаете, вы послушайте его, о чем он говорит. Так, давайте вернемся к административной реформе все-таки. То есть, вот, если мы рассматриваем, давайте помечтаем там, я не знаю, попредполагаем, если мы рассматриваем кандидатов на должность председателя правительства, а Васильев сказал неоднократно, что это будут местные люди, то есть, это будут не чужаки какие-то, то вы кого видите на этом месте? На месте председателя? Да. Ну, в моем мнении, и я его определю, конечно, две кандидатуры, без сомнения, поэтому тоже огромный идет спор. Это Александр Анатольевич Щурин и Дмитрий Александрович Гурдюмов. Вы знаете, я обоих поддерживаю, к обоим отношусь с большим уважением. Господин Гурдюмов однозначно в медицине и то, что там делается, сделал огромный рывок, это человек дело, человек трудоголик, находящий там с утра, чуть ли не с 7 и до 9-10 вечера работающий. Это не мое мнение, это мнение людей, то есть, не только мое. Александр Анатольевич Щурин, он недавно во власти, но человек показал сам себя. Вот то, что у нас спасли от гибели Сельмашзавод, затем, сейчас вот спасают 1 мая, то есть, в этом его заслуга. И, вы знаете, все-таки в моем понимании, представитель правительства, это даже не политик, губератор может быть политиком. Это хозяйственник. Это хозяйственник. И в данном случае мой выбор. Но в пользу кого делается выбор? В пользу промышленника условно или в пользу врача? Нет, но Дмитрий Александрович уже... Управленцы в медицине. Да, Дмитрий Александрович уже себя показал, что он прекрасный в управлении, а след все-таки хозяйственник. Почему? Потому что завод огромный, это, вы знаете, это как город. Это и уборка снега, это и уборка цехов, это и чествование ветеранов и всего, понимаете? Вот это все вопросы энергетики, коммуникации, ЖКХ, вот все-все-все-все, он знаком. Мало того, Александр Анатольевич, я знаю с давних лет, то, как он рос, он начинал вообще в правительство области, да, все время, в администрации, да. Затем работал в налоговой, тоже очень важный момент. И вот я помню этот момент, когда он ушел, и я вам хочу сказать, чтобы там никто не говорил, Александр Анатольевич спас для области завод Сельмаш. Он уже заслужил, вот в моем понимании, уважение людей. А сейчас по заводу 1 мая, одни управленцы не смогли его, привели к такому фактической банкротству, мы потеряли бы завод. Он его забирает, и вот я встречался, разговаривался со специалистами, он его спасает. Понимаете, человек два раза спас два предприятия. То есть вы зачурен? Я зачурен. А Дмитрий Александрович Гурдюмов? Дмитрий Александрович Гурдюмов на своем месте, но вот я, если вот так вот говорят, конечно, то, что он делает в медицине, меня поражает. То есть не будем оголять тылы, оставим. Конечно. Первый вопрос. Ну то, что делает в образовании, я хочу сказать, что Дмитрия Александровича покритикую. Он 2-3 года не мог разобраться с детскими садами. Понимаете, вот эта проблема, вот я знаю, что и письмо моё писалось, когда вот они принимали решение. А сейчас мы перейдем к детским садам. Да. Ну вот не разобрался со спортом. Слушайте, ну ему дал губернатор задание. Где родина? Где клуб «Динамо»? Не нашёл возможности финансирования. А вы уверены, что давали задание искать финансирование? Я уверен, уверен, уверен. Он отвечал как первый зам за спорт. Георгий Андреевич, бывший миссис Порн, это его креатура, мы это понимаем. Чурин, когда Чурину передали спорт, моментально Георгий Андреевич ушёл, хороший парень и так далее, но где же дела-то? И вот те подходы, которые Александр Анатольевич сейчас вот делает, его поддержало спортивное сообщество, это очень важно. Но Дмитрия Александровича Курдюмова вы тоже поддерживаете? Я его, и тоже ему низкий поклон, то, что он делает с медициной. Дмитрий Александрович, давно с вами не виделись, но я передаю вам свой респект и уважение, как депутат городской думы. У меня там очень много родственников работает, при том, на разных должностях. Но в образовании надо... Детские сады, школы, вот понимаете, позиция, вот его же креатура, госпожа Рысева, да, Ольга? Слушайте, она лично со мной в беседе, когда я сказал, почему у нас нет школы, она говорит, извините, министр образования за город не отвечает. Слушайте, после таких слов надо этого человека просто резко тут же увольнять. Ну, по закону-то действительно не отвечает. Как не отвечает? У нас вольная власть отвечает. Погодите, у нас президент Закировской области отвечает? Не знаю, не уверен. Погодите. У нас президент Владимир Вениаминович за всё в стране отвечает. Начиная от дырявых трупов, заканчивая книжкой. А его задача губернатора, губернатора наказателей заставить работать или поменять. То же самое. Город, он входит, это столица, субъекта федерации, области. Как может быть министр образования так заявлять? Слушайте, я вам хочу сказать... Это она неаккуратно вам сказала. Погодите, она не только мне сказала, но мне она лично в беседе сказала. Мало того, представляете, мы деньги на школу, детские сады федеральные через кого получаем? Или наоборот, у нас нет денег федеральным, кто виноват? Вот, понимаете, город опосредованно должен пинать министра и говорить. Госпожа Рысева, у нас не хватает 16 школ сегодня. Мне кажется, система власти, Владимир Вениаминович, в стране устроена так, что город не может пинать министра и просить с него денег. Вот смотрите, система власти, вот чётко идёт, это закон управления, вот я как преподаватель скажу, она от личности человека пляшется. Вообще любое. Один футбольную сборную России до четвертого финала довёл, а предыдущие не могли даже матча выиграть. Понимаете? Очень многое зависит от руководителя. И сегодня говорить, вот кого-то обвинять, например, партию какую-то, какую-то конкретно должен быть. У нас сегодня проблема, нет ответственных людей. Понимаете? Кто отвечает за то, что снег не вывозится? Все. Я считаю, мне плевать на всех, я как депутат. А значит никто. Шульгин. А значит... Шульгин, значит, его надо уволить, он, понимаете, или хотя бы поставить неудовлетворительно оценку. Так, всё, мы с вами уже две темы, без следующей нашей беседы, для продолжения наметили. У нас сейчас небольшая пауза и вернёмся. Владимир Журавлёв в нашей студии, депутат Кировской городской думы, продолжается его особое мнение. Ну, давайте тогда с темы детских садов мы начнём. Такая широкая тема, несколько аспектов у неё есть. Первая. Это история с мамами кировскими, которые сейчас добиваются, через суды добиваются, право вводить своего ребёнка в детский сад по месту жительства, условно говоря, в пешей доступности от дома. Одно положительное решение суда уже есть, и я так понимаю, что на подходе возможно ещё несколько. Можете подробности озвучить? Ну, давайте начнём с предыстории. Во-первых, проблема детских садов, она вышла, стала очень острой в связи с демографией в 2014 году. Когда у нас не стало хватать мест, но мы в 2014-2015 год эту проблему сглаживали каким способом? Мы нарушали нормы Роспотребнадзора по нахождению количества детей на определённой территории. Что это? Вот я поясню сейчас, чтобы было понятно. У детей в группе было больше. Да, вот по норме 18 детей в группе, а у нас там 26. Есть даже случаи, где вот 18 и 32, я знаю, детский сад. Что, детский сад закрывать или детей оттуда убирать? Ну, норма-то, понимаете, нет нормального содержания. И я вот это называю латентной, скрытой невозможностью предоставлять. А есть ещё те, которые просто не предоставляют, понимаете, да? И вот это примерно с 2014 года. Вообще, конечно, наверное, на Илью Вячеславовичу Шугина сейчас сложно что-то. На тот момент, в 2014 году, был главой города. Но главе города я лично на заседании у Дубы многократно ставил вопрос. Ставил вопрос, и вроде бы мне его никто и не отказывал. А вот годом тогда был Владимир Быков. Да, Владимир Быков был главой города. И после этого, в 2015 году, вот пришли и решили всё-таки, мы получили ещё и федеральные деньги, мы построили 4 новых детских садов в 2015 году. И Владимир Алексеевич Быков сказал, что Единая Россия там. Да мы, Владимир Владимирович, вы тут пока языком говорите, мы построим 4. Я сказал, да я и продолжаю дальше. А нам не хватало на тот момент ещё 19 детских садов. Он сказал, слушайте, у вас совесть есть, мы вам 4 построили, где ещё 19? Ну подождите, в прошлом году тоже построили, ведут скоро, а в этом году будут строить. Погодите, а теперь вот следующая ситуация. Да, действительно, и Дмитрий Александрович Гурдюмов, и Илья Вячеславович Шаудин, меня в прошлом году в феврале пригласили к себе в кабинет Дмитрия Александровича. Сказали, Владимир Владимирович, вот такая ситуация. Мы получили деньги федеральные на тысячу мест ясенников с полутора лет до трёх. И мы решили совершенно правильно, потому что ясенная группа это до одного этажа. А что место-то занимать? Давайте подстроим второй этаж. У нас есть такое предложение. В 2019 году сбросится областному бюджету городскому по 300, там где-то 50-360 миллионов. И у нас, мы ещё надстроим вторые этажи и получим, условно говоря, там 1000-1200 мест в детских садах. Да я похлопал, ладоши сказал, да здорово, 10 детских садов. Но у нас та же самая ситуация повторяется. Я вам ещё говорю, Дмитрию Александровичу и Илье Вячеславовичу, этого недостаточно. Они говорят, да сколько же можно, говорит Илья Вячеславович, вы до этого не строили, мы тут такие герои 10. Погодите, вы пришли на пост первого зама правительства области и Дмитрию Александровичу. Вы пришли к главу администрации Шульдина. Это требование федерального закона, столько-то детских садов. А я вам хочу сказать, вот мы построим эти 10, это ещё непонятно, как они распределят. Подождите, подождите, вот сейчас, Владимир Владимирович, важно не то, сколько мы построим, 10, 15, 20 или 44. Вопрос в том, что мест под строительство детских садов в центре города катастрофически не хватает. Эту тему мы с вами поднимали. Эта тема связана как раз вот с судами. Когда мамы добиваются возможности водить ребёнка в детский сад в пешей доступности от дома. Потому что живут мамы в центре, а садики им дают в Севергузском, условно. Анечка, вот смотрите, я с вами согласен, но в то же время... Эту-то проблему как будем решать? Вот давайте послушаем, я за весь город отвечать не могу, но вот за свой округ, за 15, когда я шёл, и меня поэтому не спорят... Давайте напомним, 15 округ это где? 15 округ это граница Карла Маркса, профсоюзная, и начиная вот туда до химического проезда и заканчивая, с другой стороны, с восточной, это улица Спасская, где Тюз, вот эта часть, да? Старый район, парк Александровский, стадион Динамо, вот это всё как бы... То самое место, где центр и где не хватает детских садов в том числе. И я вот под каким, вот я думал, что нужно сделать, понимаете, всё, там очень много у депутатской суеты разной, а я сказал, что я построю школу 24-ю новую, да, и построю два детских сада, и вот на сегодня я вам докладываю, что я знал где. Вот, во-первых, вот сейчас строится на Крине, я не планировал там. Крин строит, это фирма Маяковская, да, и Железная. Ну вот Маяковская, директор Сергеев, мой коллега по городской думе, сейчас он депутат УЗС, ну совестью людей, вообще фирма Маяковская с совестью, мы разговаривали, и он сразу сказал, ребята, я построил на 50, потом на 75, а потом вместе с фирмой Железная на одном участке они строят детский сад на 110 мест и передают его городу. Вот это социальный подход, но это было решено, при том с господиной Сергеевой, с фирмой Железная никто не выбивал и не тянул, как бы сказал, ребята, построите, они взялись, собрались, молодцы. Это вот пример социального такого ответственности. Социально ответственного бизнеса. Теперь второй момент. Я сказал, что будет на заводской детский сад, все, в 19-м году он вошел в программу, вот тут буквально было заседание, его подтвердили, что в этом году появится новый детский сад на заводской, там есть вопросы по размещению его, да, действительно, это река, там какие-то вещи, но по крайней мере детский сад был. Ну мы понимаем, что он там нужен, потому что там идет строительство жилое, в том числе жилья, эконом-классы, это значит молодые семьи, это значит маленькие дети. Да, и вот пришел, и это по крайней мере в центре, где не так место доехать с улицы Ленина, с заводской, но это не село Русское, не комитет, согласны, да, согласны, что есть вопросы. Затем вот с Ларисой Анатольевной Копосовой, это зам, который пришел на место Шумайлова и как раз курировать вопрос, да, в том числе образовательную, человек работает, по-моему, полгода, она роет землю, она смотрит под музыкальные школы, она все понимает, человек всю жизнь проработал, давно знаю Ларису Анатольевну, даже она у меня как бы была, когда в Метакадемии работала, она была ректором, декабрь, проректором по учебно-методической работе, замечательный человек, с головой, с опытом, знает в финансах, в современной мысли. И вот когда были там вопросы, кого назначить, Измайлова Александра на место зама, вот хорошо, что пришла Лариса Анатольевна, это мой в том числе, я голосую за него обеими руками и всегда ее поддерживаю. Так вот, сегодня она уже съездила, мы посмотрели место, рядом с 43-м, это Спасская, границы Спасской и Пятницкой, это вообще в самом центре места, там есть, мы в 14-м году, я еще когда как депутат добивался того, чтобы там один дом снесли, барак, да, его расселили, но не снесли, хотели продать и там поставить на гаиташку, сказал, давайте оставим под детский сад, он границы. Подождите, это где-то, это где-то в районе Александровского сада получается? Нет, давайте я квартал скажу, улица Ленина, Преображенская, бывшая Энгельса, Свободы и бывшая Степана Калтурина, сейчас Пятницкая. Вот в этом квартале, у меня там есть детский сад 43-й, маленькая сторона, вот мы к нему с улицы бывшей Энгельса, с Преображенской, убрав два дома, расселив, там по участкам земли посмотрим, там можно построить еще один детский сад. Условно говоря, добавить корпус детского сада, пусть там... Уже действующего. Да, то есть если не будет гектара земли, ну давайте там не на 240 построим, а хотя бы на 120, но у нас, видите, сады 120-150, они не так экономические, ну то есть расходы там на заведующую, бухгалтер и все остальное. А здесь можно пристроить и территории объединить, ну пусть 120 мест, но мы получаем здесь еще один детский сад в самом центре, где необходимо. Но Лариса Анатольевна уже сегодня, вот с утра съездила и пообщалась, сегодня мы съездим с Морозовым Романом Александровичем, замом по строительству, попробуем еще провести регностировку на местности, посмотреть какой участок земли. А вот улица Энгельса как раз, Преображенская, да. Вот этот участок, считаю, что можно здесь детский сад, плюс у нас, вот тоже обращаясь к Дмитрию Александровичу Гурдюмову, у нас на улице Советской, там по-моему адрес 35, раньше был детский сад Улыбка, завода Крин, сейчас находится диспансер наркологический, где лечатся от алкоголизма люди, притом не города Кирова, а области. Это улица Советской, которая в Кирове, говорим, не в Новоятске. Да, не в Новоятске, это город Киров, Советская примерно 35 там, по-моему, бывший, по-моему, 65 детский сад. Да, я поняла, это в районе завода Крин тоже, да. Да, и там, с одной стороны, вот как раз находится детский сад 66, наш муниципальный, он старый, вот это, а это новый, более детский сад. И я всегда просил, еще раз обращаюсь, что такой диспансер мы можем перенести в город Котелич, город Слободской, где есть и помещение свободное, и все. Тем более, люди, которые лечатся там, наркологический диспансер, они с области, не города Кирова. А вот этот, как бы детский сад, передать после реконструкции, передать его городу. Я вообще не уверена, что ГОСТ и Сан-Пин и прочее позволяют вместо наркологического диспансера делать детский сад. Вот тут мне подсказывают, Советская 41. Советская 41. Я хочу сказать, этот детский сад по Сан-Пину подходит, мы рассматривали в районе Розунг-Симбург и Ленина, вот там ясли, они не подходят по Сан-Пин. А этот подходит, он современно, он построен где-то, ну, в 80-е годы. Ну, хорошо, этот вопрос, этот вопрос о переносе одного медицинского учреждения куда-то там, в другое место и строительстве там, сооружения на его месте детского садика, мы зададим его задать. И вот смотрите, Анечка, получается 4 детских сада, Крин это рядом, Улыбка, второй детский сад это здесь, но это восстановление. Это все центр, это центр. То есть, с одной стороны, как я понимаю, есть судебные решения. И уже даже приставы работают над тем, чтобы это решение было исполнено. Да, я сейчас расскажу. О том, чтобы маме предоставили место в саду по соседству. С другой стороны, места этого нет. Ну, вот смотрите, я не секрет, что я движение вот этих мамочек поддерживаю, я являюсь инициатором, я помогаю в прямом смысле и так, и так, и организационно, и все, я инициатор. Потому что очень долгие годы, года примерно полтора, мамочки не отваживались, они боялись подавать в суд. Для нас тогда детей нам не дадут в детские сады. Да, маме просто некогда заниматься всей этой бумажной бюрократией. Нет, и организационно, и всего. И когда меня спрашивают, вот когда в областном суде была апелляция, там я разговаривал, я же заканчивал впоследствии юридическую академию, там некоторые суди, с которыми я учился так или начали, пересекался. Вот мы обсуждали этот вопрос так кулуарно, они говорят, слушай, Володь, ну вот ты сейчас пойдешь, закон однозначно защищает, это право федеральное, закон образования, конституции. Суд принимает однозначные решения. Да. Они говорят, зачем тебе, поясни нам, чего ты добьешься, а мест нет. В течение, например, этого года, а решения полетят сейчас. Решения есть, мест нет. Как надо исполнять администрацию решения? И вот я сейчас свою позицию, я адекватный человек, я все это понимаю, я объясню. Во-первых, с 2014 года мне говорили там Перескоков, Быков, да, Владимир Ильич, мы занимаемся, мы строим. Затем в более поздний период, я так говорю, 14-й, 15-й, 16-й, 17-й, я терпел, терпел. И мне и сейчас, говорит Илья Вячеславович Шульгин, говорит, Владимир Ильич, надо потерпеть, мы все это, я не верю вам. Детские сады, это вопрос, который, и вот тут было совещание у представителя президента, у Климова, он сказал, до 31 декабря этого года вопрос решить. А это, кроме вот этих 10 детских садов, нужно еще, в моем понимании, 15. Я понимаю все, что надо ускорять процесс строительства, поисков площадок, всего чего угодно. Скажите мне, в чем я не прав? Скажите мне, что делать, надо выполнять, что делать администрации города в ситуации, когда есть судебное решение о предоставлении ребенку места, места нет, детского садика в центре нет, он еще не построен. Мы каких-то других детей, уже ходящих в эти садики, будем называть и куда-то в другое место направлять, или как? Вот послушайте меня, моя позиция какова, нас не должно волновать ни меня, ни мамочек, ни суд, если места у администрации города. Я хочу сказать, что вот вслед за этим сейчас, во-первых, политик дисквалификации такого главы администрации, и надеюсь... Что-то вы жестко. Погодите, человек, который не справляется или неправильно осознает, ведь это не мое требование. Послушайте, что говорит президент, он в своем послании четко сказал в 18-м году, вот только что недавно, да, 19-м, погодите, слушайте, моя задача как депутата, чтобы законы и указы президента исполнялись без всяких оговорок, иначе мы, в стране у нас ничего не поменяется. Выход какой? Выход какой? Я думаю, что после этого пойдет дисквалификация главы департамента, который в 15-м году без дела, он же был главой департамента, он знал в 15-м году, что нам не хватает места, но за эти три года принимал недостаточный мер для того, чтобы они появились. Так. Вот. А все говорят, Володя, а что придет? Уйдет Петрицкий, уйдет, снимут Шульгина, придут те люди, которым я сразу Иванов, Петров скажут. Или придут другие. Когда они пойдут на эту должность, они будут знать, что я в течение года должен решить, у меня вот первый вопрос такой, второй такой, третий такой по значимости. То есть воздух это не возьмется, это и детский сад, Владимир Владимирович. А я вам теперь хочу сказать, вот послушайте меня, уже существует с 16-го года такая вещь, как Центробанк по программе МИДОБР науки, он дает деньги на социальные объекты, детские сады, школы, больницы подпадают под это, под 0,1% годовых. Возьмите на 10 лет, там нужно, условно говоря, 15 детских садов, ну это порядка где-то, ну 2,5 миллиардов рублей. Мы по детским садам решим вопрос, их построят 3-4 месяца, мы за этот год успеем, возьмите кредит на 2,5 миллиарда, построите детские сады. Все. Мало того, вы слышали, президент сказал, мы вот в только что послании, что ребята, мы детские сады так-то построили уже в основном. А после этого господин Быков, комментируя на телевидении свое, сказал, вот я правильно, слушайте, господин Быков, вот лицемерие такое и нахождение у власти по-прежнему тех же людей, которые ответственны за все эти просчеты, для меня считается аморальным. И поэтому у нас общество, оно просто негодует и власть не поддерживает, потому что оно не очищается от этих людей. Давайте все-таки, вот у нас вопрос, а слушайте, Ленце Ольге, на сайте. Какие есть варианты выхода из сложившейся ситуации с нехваткой мест в детские сады? Какие? Первое. Ищем участки. Слушайте, вот эта реформа, почему я поддерживаю, теперь Игорь Владимирович, у него появляется время, и вот ему задача номер один, когда у него снимут главу администрации и главу департамента города, он может быть подумает, заменит госпожу Рысеву и возьмет нормальных людей туда и поедут, будут обивать пороги, тем более это святое, детские сады и школы, у нас еще школы, а там сумма не 2,5 миллиарда. Вот надо понимать, где врать нормальных людей, на замену тем, кого вы считаете, ненормальный. Погодите, я считаю нормальный человек, который с совестью... Реклама у нас, и 10 минут остается, надо вот с этой темой заканчивать, иначе мы не успеем еще с вами про снег поговорить. Хорошо. Владимир Журавлев в нашей студии, его особое мнение продолжается. Владимир Вениаминович в перерыве попросил все-таки немножечко сейчас нам подужать к тему детских садов. Конкретные решения. Первое, поиск участков под строительство. Второе, поиск денег. Третье, поиск людей, которые хотят заниматься решением этих вопросов. Срешать комплексы. И еще есть варианты. Четвертое, это справедливо, знаете, то есть меня каждый гражданин поддержит. Если мы не можем предоставить маме место в детском саду, давайте им компенсацию платить. То есть сегодня содержание одного ребенка вместе со всеми учетами, тепло и все, оно посчитано, оно стоит 10-300 городской бюджет, условно говоря, через разные бюджеты, через разные статьи, платит 10-300 за любого, обходится содержание одного ребенка в муниципальном детском саду. Давайте такую компенсацию платить тем мамам, это можно сделать хоть завтра. Все скажут сразу, а где деньги? Слушайте, а что вы тогда, почему, вот я считаю, что Шульгин первый должен был подойти к Быкову и сказать, ты меня так подставил, к Перескокову, вы меня так подставили. Слушайте, ну почему-то не говори, значит, он... Мы же не знаем, кто это говорит. Погодите, раз эти люди на местах, он бы мог подойти к губернатору. Это люди, которые отвечают, тогда отвечай ты, какая мне разница, есть преемственность власти. Все, 10-300. 10-300, тогда давайте компенсировать, но это цифра непредоставления, вы знаете, на 18-е, это 2700. Это бездой латентный, да? Ну пусть там она сейчас снизится за счет строительства этих детских 10-ти садов. Давайте остальные платить 10-300, тогда на эти 10-300, это сегодня такую цифру себе, может, маленькое количество мам позволить. Мало того, вы знаете, какая ситуация? Парадоксально, но все блатные, у кого есть деньги, они-то просачиваются в очередь. И вот эта очередь, она никого не спасает. Пример, вот 41-й детский сад, в котором заведующая четырех детей приняла. А я скажу, что такая ситуация не только в 41-м. Она почти поголовно идет. Но Владимир Венебинович, ну вынужденная ситуация, ведь она не для себя и для себя в кармане не была. Я заведующую защищаю, но я вам хочу сказать, это как показатель того, что нам департамент образования, администрация говорит одно, а на деле другое. Все богатые. Вот покажите мне хотя бы одного работника. Мы задавались, Владимир Венебинович, вопросом, почему судьи не могут ребенка отправить в платный детский сад, а должны, значит, это делать работники детского сада. Я представляю, они все решают, богатые и с положением люди, все решают вопрос по блату, остаются за бортом как раз люди, у которых нет денег. Вот там, вот эта девочка, которая выиграла, она одна воспитывает двух детей, и она не может выйти на работу, потому что не может старшего ребенка, условно говоря, отправить в детский сад. А на что ей жить? И давайте оплатить 10-300, когда появится 10-300, появится большой спрос на рынке, огромное количество появится частных детских садов. Когда мамам будут платить 10-300 компенсаций, я думаю, что половина примерно мам может ребенка своего из садика забрать, а если это не один ребенок, а двое, и за каждого по 10-300, то мама сама будет сидеть за эти деньги с ребенком. Правильно. Мы это понимаем. И мы таким образом решим вопрос. А только денег в бюджете нет. По 10-300 каждой маме. Слушайте, если ты назвался груздем, то полезай в кузов, я к главе администрации, к губернатору, к замам и так далее. Не хотите решать вопрос, вы не идите на эту должность. Все, компенсация. Ответственность. С компенсациями мы этот вопрос обсудим более подробно. Еще две темы, которые вчера очень долго обсуждались на Гордуме, эти темы мы очень любим, это снег и мусор. У нас 4 минуты, Владимир Вениаминович, остается. Вывоз снега, который вас, как и всех, наверное, не удовлетворил этой зимой. Вывоз снега мы в марте пригласили на комиссию ЖКХ лично господина Шульгина, это по иммунициативе сделала меня, поддержали все. На которой, я уверен, что мы однозначно вынесем ему оценку за уборку снега неудовлетворительно. Во-первых, во-вторых, у нас там есть очень много, я пока не буду озвучивать, но там очень много вопросов у правоохранителей есть. Кому? Я обещаю после мартовской комиссии прийти и рассказать. Это будет в 20-х числах марта. Да, после 20-х. Комиссия по ЖКХ, транспорту и, по-моему, безопасности. Да, представитель Ерофин, мой коллега Денис Валерьевич, там очень некрасивые есть вещи, как всегда. Ну и вопросы с мусором, конечно, это тоже, это бардак. Мало того, у меня претензия, опять же, к господину Шульгину, почему, как главе администрации, раз. Хотя, потому что у нас Куприд, это региональный оператор, и он там полностью поставил своих людей. Но при этом Куприд у нас муниципальный оператор. Во-вторых, он до этого почти два года, помните, был министром ЖКХ, занимался в том числе полигоном Осинцы. И вот сейчас он нам вчера на Думе говорит, ну у нас есть недоработки, да это откровенно не готовность власти. Хорошо, к Шульгину ваши вопросы я поняла. Та история, которая случилась с директором, дирекцией дорожного хозяйства, бывшей, а теперь это, по-моему, называется управлением дорожной и парковой инфраструктуры, Альбертом Гутовым. Его уход. Это вас не устроило? То есть вот Шульгин, он, конечно, ушел по собственному желанию, но фактически получается, что Шульгин принял кадровые решения. Ну или Гутнов его сам принял. Погодите, послушайте, вот Гутнов сам четко сказал, Шульгин прокомментировал, я его уволил. Нет, Гутнов в нашем эфире говорил о том, что он ушел. Я доверяю Гутнову, мало того, я открою секрет, Альберт Гутнов с моими коллегами из городской думы не со мной встречался и в беседе в частной, ну, такое порассказывал. Поэтому у меня в том, это мое мнение личное, я имею на это право, претензии к господину Шульгину есть огромные. И при том он озвучил, сказал, что когда это все в пожарном режиме делается, мало того, выделяется денег намного меньше, чем положено на чистку снега, о чем мы говорим. Мы эту зиму просто буксовали все, весь город буксовал. А следующей зимой может быть еще хуже. Мало того, я вам еще скажу, еще в одном моменте, в этом году уже 11 официально зарегистрированных падений снега, сосулек на голову, то есть, где связано с травмами, да? Я хочу сказать, что за это последнее, вот я смотрел, за последние 5-6 лет, все вместе взято, это больше за один год, чем за предыдущие 5-6 лет. Но, надо сказать... А в это время у нас, кем руководил, кто руководил городом? Илья Вячеславович Шульгин. Понимаете, это не я делаю выводы, это жизнь делает выводы. Реальность. Поэтому у меня к нему претензии есть, а то, что в этом году все отвратительно и недовлетворительно, ну, это очевидно. То есть, у вас претензии к Шульгину, а не к Гутному? Вы знаете, нам нужно вводить в Россию такую систему, как она везде есть на Западе, и если есть просчет, ты должен сам уходить в отставку. Понимаете, а мы... или мы... То есть, за любой просчет любого муниципального чиновника должен отвечать глава администрации? Вы вспомните, сосулька упала на голову ребенка, это не было смертельным случаем. Господин Быков убрал кадычков Владимира Леонидовича моментально с главдепартамента. А сколько в этом году сосульок? Притом, оно связано с городским хозяйством. А где реакция? Где реакция? Чего ждет? Кто должен уйти? Есть люди пока я... Вы знаете, парадоксально, что под всем то, что я говорю, меня поддерживают большинство депутатов, в том числе и единороссы. Там ведь сейчас очень много нормально. Владимир Владимирович, я прямой вопрос задала. Времени у нас, минута остается до конца эфира. Кто должен уйти? Ну, я считаю, что Шульгин. Вы считаете, что... Я не знаю внутренней кухни, но во главе стоит он, он отвечает за все. Для меня, как для депутата, его работодателя... Не профильный заместитель, не руководитель департамента. Кстати, вы слушали, вот следующая новость. Кроме ДДХ директора уходит Ященко, первый зам, который, в принципе, тоже занимался уборкой снега и в том числе мусором нет. Ну, как первый заместитель, он самый важный вопрос. Да, да. И самое главное... Он в отпуске сейчас. Он в отпуске, но у нас есть информация, что он не вернется. У нас это у депутатов в Гордуме. Да, у депутатов в Гордуме. И, мало того, директор Городного строя, который тоже там причастен к этим вещам, он тоже... Это тоже не кировский человек, а новый, он тоже собирается уйти. Тоже собирается уйти. Владимир Журавлев в нашей студии, депутат Кировской городской думы. Мы о городских событиях в нашем эфире продолжим рассказывать. Благодарю Владимиру Вениновичу и Анну Обшина. Со слушателями прощаюсь. Всем до свидания.